сегодня нас ждет большое приключение пришло время чтобы перепрыгнуть через время поэтому смотрите учитесь действуйте здравствуйте друзья с вами чеширский ход и еж из в рот лова и мы пошли в магазин сейчас я вам покажу магазин лидл вот он в свете лучей ежик ребята это такой район новостроенный то есть новострой вот он магазин лидл он самый дешевый у них потом еще какой-то я не помню пока расскажу вам три магазина каких-то вот сейчас зайдем и посмотрим уровень наших дешевых магазинов дорогих всяких разных и уровень этой страны все вам расскажу и покажу вот смотрите зашли в мясной отдельчик копченое мяско смотрим вот смотрите такие цены 349 такая нарезка 369 вот по 2 99 по 4 есть вот это все все мясные продукты смысле 4 злотых 49 центов вот такие взяли хлебушек мяско копченое сейчас еще посмотрим чего есть вот такой вот магазинчик смотрите вот такой ну типа наших этих даже не магнит и пятерочка наверное типа агрокомплекса и и так я выключаю потому что тут снимать нельзя магазин чтоб никто не увидел пока вот я выключаюсь проходим мимо парикмахерской улица губинска губинска правильно у них вот такие вот дома смотрите вот такие вот такие мусорки вот по этой улице губинска идем вот такие дома я заостряю внимание потому что ну у нас таких нет здесь есть разные районы здесь есть исторические районы там не тронутые здания это мы потом вам покажем очень красивые исторические здания сейчас мы находимся в таком именно районе я не знаю что это такое потом узнаем мы сегодня первый день в городе ой 2 утром вот мы проснулись сходили вот магазин вот ежик идет с пакетами вчера мы приехали нам работодатель дали адрес на листочки и мы поехали в этот район на свое место жительства это очень было смешно как мы все это искали вот банкоматы смотрите я же знаю только полтора слова по-польски а ёжик вообще знает только пол слова вот я ходила всех спрашивал кстати люди очень отзывчивые меня понимали почти мы благодаря этому общению о какой здании благодаря этому общению я добавил свой лексикон несколько еще польских слов я подходил ко всем и спрашивал все прошу пани помочь где есть или говорил какая улица говорил конечно же неправильно такие автобусы там везде телевизор везде wi-fi бесплатный удобные хорошие автобусы вот еще какое здание вот так я спрашивала везде у всех говорил название улиц неправильно показывал тогда бумажку они читали и говорили где какой полустанок какой номер автобуса как называется правильно встретили вчера дедушку старенького ехали на трамвае и вот он мне сначала думал что мы с украины он спросил у с украины я говорю не взросе он ой обрадовался что мы из россии это к тому что люди говорят когда мы когда мы собирались сюда ехать мне писали говорили что ой здесь не любят русских здесь такое отношение ребят это по телевизору говорят что такое отношение ничего подобного нет вчера тому доказательство было я с очень многими людьми общался нам нужно было во много мест доехать дайте поэтому вот видите красный свет мы стоим на светофоре и долго уже стоим все пошли зеленый вот этот дедушка мы проезжаем мимо здание она реставрируется за затянута сетка такой зеленый и он говорит что здесь был рейс так когда немцы захватили все тут оккупировали и кстати он сказал что освободили их русские вот здесь можно купить билеты прям стоят такие автоматы на улицах много что можно купить ребят сигареты здесь дорогие я не знаю что делать 50 злотых мы ну то есть еще не пришли никому решению пока у нас свои сигареты есть поэтому по поводу сигарет у меня не спрашивайте есть люди которые спрашивают сразу скажу что дорогие так мы зашли домой ежик выкладывает продукты сейчас мы вам все покажем давайте я вам покажу сразу вот билет на хоть на автобус хоть на трамвай один тот же билет то есть ты покупаешь билет заходишь туда электронный компостер компосируется вот один злотый 50 центов столько стоит так вот мы купили вот столько вот продуктов сейчас мы достанем экологически чистый пакет который разлагается вот смотрите так мы истратили вот это вот все мы купили воды и сок кофе картошку булочки хлеб суши взяли перекусить шоколадку порошок стиральный чё еще взяли так вот у нас сколько всего это стоит у нас 82 злотых 67 центов так вот кому нужно оставьте на паузу и да кому кому нужно можете поставить на паузу и посмотреть напротив каждого будет стоять цена ребят магазинчик нормально считается как бы он дешевым магазинчиком но по уровню я скажу сейчас мы прошли все посмотрели по уровню вот как на шашан может быть даже табрис табрис он повыше уровнем качества да у нас в россии и вот наверное так на таком уровне нормально сейчас будем все пробовать ну а сейчас наверное информации хватит пока на сегодняшний день мы сами еще ничего не знаем второй день находимся и скажем с вами был чешир и ешь будем вам рассказывать всю правду как она есть и обязательно смотрите на все наши ошибки и не повторяйте их ни за что учитесь смотрите действуйте с вами был чешир и ешь пока пока а